Я что-нибудь позитивное сейчас. Тут негатива как-то серьезно было много, а востоцкий, слава Богу, он на все случаи жизни у него есть. Ну, из сказок. В одной державе с населением, но это, впрочем, все равно, в других держав с опережением все пользовалось уважением, что может только пить вино. Царь в той державе был без лоску. Небрит, небрежен, как и мы. Небрит, небрежен, как и мы. Ну, словом, в свой, ну, словом, в доску стрельнет, какой-нибудь на папироску. Любим премянник. Сейчас. Примянник был при дяде. Так, сейчас, что-то я отвечу. Когда иные чудо-земцы, инакомыстящие нам, исповедуя ислам, к нам приезжали по делам, с грехом, конечно, пополам они обратно уезжали. Их поражало не шум, не гам, не броженник по столам, а то, что бывший царь наш хам. И что его не уважали. Воспоминали паханы, как он с овалом пабыша стрельнет, а завтра хоть паханы. Он, гад, был трезвенник в душе. И у него, конечно, дочка уже с рождения была. Бутылку принесет, бывало, дочурка, нахуй ты хлебни. Она кричит, с утра не не. Она с утра не принимала или комедию ломала. А что ломать, когда не? Пей, вербочка моя, ракитка, наследная прямая дочь. Да знала б ты, какая пытка с народом вместе пить не мочь. Мне б зятя, даже не на зависть. Найди мне зятюшку, найди. Пусть он, как тот трусливый заяц, не похмеляется в мир завицы. Пусть пьет с полудня. Выходи, пойми мои отцовые муки, ведь я волнуюсь не зря. Что эти трезвые гадючи, слезатые комы и втихаря? Я нажил все. Я нажил грыжу, неся мой груз, мое дитя. Ох, если я тебя увижу с одним из этих. Так обижу. Убью, быть может, не хотя. Вот как я трезвых ненавижу. Как утро вся держава в бане. От парка шла без выходных. Любил наш царь всю пьянь на пьяне. Всех наших доблестных ханык. От трезвых он, как от проказа, как стресс, так бежит от них. Он втайне издавал указы. Все в пользу бедных, в пользу бедных и хмельных. На стенах ложные бисели. По центру они где-нибудь. Виват загулы и похмелья. Долой отрезвеющую нуть. Сугубо и давно не пьющих. Кого куда. Кого во строк особо принципа имущих. Сам в силу власти пить не мог. Следующий. Ладно, следующий. На распашку при любой погоде я хожу по лужам и рассе. Даже конь мой иноходе ходит. Это значит иначе, чем все. Я хожу в строю всегда немногу. Сколько раз обруган старшиной. Шаг я прибавляю понемногу. И весь строй сбивается на мой. Мой кумир на рынке зазывалый. Каждый хвалит свой товар образвес. Из меня не видит запевал. Я пою с мелодией вразрез. Знаю, мне когда-то будет лихо. Мне в заранее могильную плиту на табличке. Говорите тихо. Я второго слова не прочту. Говорите тихо, как хотите. Я второго слова не терплю. Я читаю только говорите. И, конечно, громко говорю. Из двух зол, из темноты и света. Люди выбирают темноту. Нам с любимой наплевать на это. Мы гуляем только на свету. Не кури, когда не разрешают. Закури, когда не в моготу. Не дури, когда не принимают. На готу твою и не моту. Вот такое довольно неизвестное стихотворение. Но смысла его я до конца не понимаю. Иногда для того и учу, что потом доходят. Ну и вот еще одно. Я Юркну с головой под покрывало. И стал смотреть невероятный сон. Во сне статуя Мухиной сбежала. Причем чур-чур. Ковхозница сначала. Уперся он. Она крича, серчала. Серпом ему. И покорился он. Хвать, похвать, глядь, поглядь. Больше некому стоять. Больше некому восхищаться. И приезжать. Слетели с голубочки. Гули, гули. Какие к черту гули. Хоть кричи. Надули голубочков. Обманули. Скользили. Доплясали. Люля-люля. И на тебе. Убежище нырнули. Солисты. Гастролеры. Первачи. Теперь уж и на голову чего-то не увронить. Ничем не увенчать. Ищи-свищи. Теперь и Дон Кихота. В каких-то Миннесотках и Дакотах. Вот сны в день духи Вальтер Скотта. Копчать меня. Молчать меня. Лишать. Ну это когда до него домогаются там сильно. Ладно, все, спасибо.